Пять молодежных центров из Белц, а также районов Кахул, Криулень, Флешть и Унгень получили микроавтобусы для проведения мероприятий по предотвращению гендерного насилия и информированию. Вследствие чего больше молодежи сможет развиваться профессионально, получать необходимый опыт и рекомендации в выборе карьеры. Транспортные средства предоставил Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения при финансовой поддержке ЕС. Одну из машин получил молодежный центр района Унгень. Ежегодно он предоставляет услуги почти 3000 молодых людей из 33 населенных пунктов. Один центр предоставляет услуги молодым людям всего района. Теперь мы сможем взаимодействовать с большим числом молодежи. Возьмем наши рекламные материалы и проведем мероприятия в их среде. До сих пор у нас не было транспорта. Мы пользовались машиной управления образования Унгень. А когда ее не было, ездили на междугороднем транспорте туда и обратно. Безусловно, мы станем ближе к молодым людям в сельской местности и улучшим доступ к медицинским услугам, а также в области защиты от насилия по гендерному признаку. Практически всеми услугами, что предоставляли в центрах, теперь могут воспользоваться и молодые люди, которые не могут приехать к нам лично. Речь также идет о профориентации и волонтерстве. Представители фонда ООН в области народонаселения уверены, что необходимо инвестировать в молодежь. Я осмелюсь сказать, что это вещи, которые меняют будущее молодежи в Молдове, в том числе и представителей украинских беженцев здесь. Мы называем эти машины «центры молодежи на колесах». Они облегчат доступ жителей сельской местности к услугам учреждений. Давайте предоставим молодым людям необходимые услуги и позволим им стать посланниками демократии, мира и всех ценностей, которые поддерживает Молдова. Между тем, министр образования Молдовы отметил, что в лицеях такие услуги не предоставляют. Нужно либо осуществлять такую деятельность в селах, либо привлекать детей из сел к профессиональному развитию, получению жизненных навыков профориентации. Молодежные центры являются важным ресурсом, особенно для молодых людей в развитии компетентности, чего нет в школах в области неформального и неофициального образования. Стоимость подаренных пяти машин превышает 3 миллиона леев.